Ну, во-первых, отношения США и России исторически складывались. Поэтому все, в принципе, продолжается в том же духе. Мы, если позволит ваша цензура, в качестве случаев запикаете, мы миримся письки. Две некогда сверхдержавы. Почему некогда? Потому что мы, к сожалению, на сегодняшний день не очень являемся сверхдержавой. Если с нами могут иногда не считаться. Ну, по крайней мере, с нашим мнением некоторые страны. К сожалению. Я не знаю, почему это так произошло, но это произошло. Что Обам не приедет, не приедет в Москву, но Москва сэкономит массу денег на то, чтобы оказать прием великому американскому президенту. Питеру в этом плане не повезло чуть больше. Ленинградцы вынуждены будут угощать его за свой счет. Я думаю, что если бы опять-таки наша мэрия или кто этим распоряжается, эти денежки выпустили на благосостояние ветеранов, я бы вообще был за то, чтобы никто бы не приезжал к Путину. Пускай они встречаются где-нибудь у них. Это тоже хорошо. Мы отправили своего президента, он там встретился, приехал. Его, во-первых, там покормили, напоили, обласкали, я надеюсь. Я не знаю, что у него просто в райдере, но в общем там должно что-то произойти такое. Не просто же они болтать ездят, ну честно, так же не бывает. Мы же все мужики, правильно же? Чуть-чуть. Ну они чуть-чуть, а мы все мужики, потому что люди в политике, у них говорят, не всегда остается время на то, чтобы все всегда хорошо функционировало в плане... А то, что Обама не приедет, ну я, честно, не переживаю. Он же не ко мне ехал. Вот если бы Обама ко мне не приехал, и я бы остался без жвачки, вот тогда я переживал. А к Путину? Да я тоже к Путину, кстати, не приехал бы сегодня. У меня сегодня вот с вами интервью, я просто бы не успел.